Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхия Лила, глава 19. Шри Чайтанья Махапрабу наставляет Шрилу Рупу Гасвами. Краткое описание главы. Шрила Бхактивенодат Хакур так пересказывает эту главу в своей Амрита правах Абхашьи. После встречи со Шри Чайтанья Махапрабу в селении Рамакели, братья Рупа и Санатана стали обдумывать, как уйти из государственной службы. Они пригласили несколько брахманов, которые должны были проводить для них обряды Пурашчарана и повторять святое имя Кришны. Шрила Рупа Гасвами отдал одному бакалейщику на сохранение 10 тысяч золотых монет, а остаток переправил на двух лодках в деревню Бакла Чандрадвипа. Там он разделил свои накопления между брахманами вайшнавами и родственниками, оставив часть себе на непредвиденные расходы и личные нужды. Рупе Гасвами сообщили, что Шри Чайтанья Махапрабу собирается пойти из Джиганадхапури во Вриндаван через джунгли провинции Матхя Прадеш, и он послал двух человек в Джиганадхапури узнать, когда Господь Чайтанья отправляется в путь. Так Рупа Гасвами ушел в отставку, а Санатана Гасвами сказал Набобу, что болен и не может работать. Под этим предлогом он сидел дома и изучал Шримад Багаватам с учеными-брахманами. Набоб Хусейн-Шах вначале послал к нему своего личного лекаря, чтобы узнать истинное положение дел, а потом сам решил посмотреть, почему Санатана пренебрегает своими обязанностями. Поняв, что тот намерен оставить свой пост, Набоб арестовал его и заточил в тюрьму. После этого Набоб отправился в поход на Арису. Когда Шри Чайтанья Махапрабо пошел во Вриндаван через джунгли провинции Матхя Прадеш, лес Джарикханды, Рупа Гасвами оставил дом, сообщив Санатане, что вместе с младшим братом, Анопам и Маликам, идет к Шри Чайтанье Махапрабо. Некоторое время спустя Шрил Рупа Гасвами достиг Праяга и провел там в обществе Шри Чайтанье Махапрабу десять дней. Пока Господь Чайтанья находился в Праяге, его с большим почтением принимал у себя дома Валабхабата, и Шри Чайтанье Махапрабо представил ему Шрил Рупу Гасвами. Кроме того, с Господом Чайтанье встретился ученый-брахман по имени Ракхупати Упадхияя, и Господь обсудил с ним темы, связанные с сознанием Кришны. Далее Кавираджа Гасвами подробно описывает условия, в которых Шри Рупа и Санатана жили во Вриндаване. В Праяге на протяжении десяти дней Господь Чайтанья давал Шриле Рупе Гасвами наставления, которые легли в основу Бхактира Самрита Синдху. Затем Господь отправил Шрил Рупу Гасвами во Вриндаван, а Сам возвратился в Варанаси, где остановился у Чандрашикхары. Стихи 1-4. На заре творения Господь вложил в сердце Брахма ведическое знание и открыл ему, как надлежит устроить мироздание. Точно так же Господь, желая воскресить в памяти людской Вриндаванские игры Кришны, вложил в сердце Рупа Гасвами духовную энергию. Благодаря этому Шрила Рупа Гасвами смог воссоздать почти стершиеся из памяти людей деяния Кришны во Вриндаване. Тем самым Господь распространил сознание Кришны по всему миру. Слава Господу Шричейтане и Махапрабу! Слава Господу Нитьянанде! Слава Адвай Тачандре! Слава всем преданным Господа! Встретившись в селении Рамакели со Шричейтане и Махапрабу, братья Рупа и Санатана возвратились домой. Братья придумали, как им отречься от мирской деятельности. Для этого они пригласили двух брахманов, хорошо заплатив им. Стих пятый. Брахманы провели религиозные обряды, повторяя святое имя Кришны ради того, чтобы двое братьев без промедления обрели прибежище у лотосных стоп Шричейтане и Махапрабу. Комментарии Шрилы Прабхупады. Обряд Пурашчарана совершают под руководством опытного духовного учителя или брахмана. Его совершают, чтобы исполнить какое-либо желание. Для этого нужно вставать рано утром, повторять мантру Харе Кришна и поклоняться божеством, проводя им арати. Пурашчарана описана в Мадхия Лиле, главе пятнадцатой, стихе сто восьмом. Стих шестой. После этого Шри Рупагасвами вернулся домой с лодками, груженными огромным количеством золота. Стих седьмой. Привезенное домой богатство Шрила Рупагасвами разделил на несколько частей. Половину он пожертвовал брахманам и вайшнавам, а четверть отдал своим родственникам. Комментарий Шрилы Прабхопады. Это практический пример того, как нужно, удалившись от семейной жизни, поступать со своими накоплениями. Половину следует раздать достойным и чистым преданным Господа. Четверть можно оставить родственникам, а четверть – себе на непредвиденные расходы. Стихи восьмой, пятнадцатый. Оставшуюся четверть своего состояния он доверил одному почтенному брахману. Эти деньги были нужны Рупагасвами, чтобы оградить себя от возможных преследований. Десять тысяч монет, которые потом потратил Шри Санатана Гасвами, он отдал на сохранение бокалейщику-бенгальцу. Шри Рупагасвами узнал, что Шри Чайтания Махапрабу вернулся в Джиганатхапури и собирается пойти во Вриндаван через лес. Тогда Шри Рупагасвами послал двух человек в Джиганатхапури выяснить, когда Шри Чайтания Махапрабу пойдет во Вриндаван. Шри Рупагасвами сказал им «Скорее возвращайтесь с известием о том, когда Господь Чайтания отправится в путь. Тогда я предприму все необходимое». Санатана Гасвами, который в то время находился в Гаудадеше, думал так «Набоб очень добр ко мне, это связывает меня. Если же тем или иным способом я его рассержу, то мне будет намного проще вырваться на свободу. Так тому и быть». Сославшись на плохое самочувствие, Санатана Гасвами оставался дома. Так он забросил государственную службу и перестал появляться при дворе. Стих шестнадцатый. Алчные чиновники с помощью писарей и секретарей Санатаны вели дела сами, а Санатана в это время сидел дома и обсуждал с брахманами священное писание. Комментарий Шрилы Прабхупады. Санатана Гасвами был министром, в видении которого находился весь аппарат правительства, и его помощники, писари и секретари, были каястхами. Раньше в качестве секретарей и чиновников на государственную службу принимали в основном каястх, поэтому впоследствии каястхой стали называть любого, кто занимает подобную должность. Со временем люди, которые стремились занять высокий и хорошо оплачиваемый пост, но не могли говорить о себе как о брахмане, кшатрии, вайши или шудре, стали представляться каястхами. Вот почему в Бенгалии говорят, что если кто-то затрудняется назвать свою касту, то он обычно именует себя каястхой. В целом сословие каястх представляет собой смешение всех каст, в котором преобладают те, кто занимается писарской и чиновничьей работой. Такие люди часто занимают ответственные посты на государственной службе. Когда Санатана Гасвами отдалился от дел, подумывая о том, чтобы вовсе уйти со службы, среди его секретарей каястх появилось много желающих занять его пост. Шрила Бактевино Дадхакур отмечает, что когда находившиеся в подчинении у Санатаны Каястхи заметили его нежелание работать, они научились выполнять свои обязанности самостоятельно. Санатана Гасвами принадлежал к касте Сарасвата Брахманов. Известно, что после выхода Санатаны в отставку, его пост занял его бывший подчиненный, каястха по имени Пурандара Хан. Стих семнадцатый. Шри Санатана Гасвами обсуждал Шримад Багаватам в обществе двадцати или тридцати ученых-брахманов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Бактисиданта Сарасвати Дхакур объясняет смысл слов Багавата Вечара следующим образом. Согласно Мундака Упанишат, один один четыре тире пять есть две разновидности знания. Существует две категории знания. Трансцендентное знание – паравидия и материальное знание – апаравидия. Все веды – ригведа, яджурведа, самоведа и адхарваведа, наряду с дополняющими их писаниями, которые называются шикша, калпа, вьякарана, нерукта, чханда и джиотиша, относятся к низшей категории или категории материального знания – апаравидии. Что же касается паравидии, то это знание, с помощью которого можно постичь акшару, браман или абсолютную истину. Из ведических писаний паравидии считается веданта-сутра, а Шримад Багавата представляет собой объяснение этой паравидии. Те, кто стремится к освобождению, мукти или мокши, и называют себя вайдантиками, ведантистами, стоят в одном ряду с людьми, пытающимися обрести религиозность, дхарму, благосостояние, ардху и чувственное наслаждение, каму. Дхарма, ардха, кама и мокша вместе называются чатурварга. Все они относятся к категории низшего материального знания. Любые писания, повествующие о духовном мире, духовной жизни, духовной природе личности и вечной душе, называются паравидия. Шримад Багаватам не имеет никакого отношения к материалистическому образу жизни. Он содержит трансцендентное знание, приобщающее людей к высшей сфере паравидии. Санатана Гасвами участвовал в обсуждениях Багаватавидии, то есть высшего трансцендентного знания. Карми, гьяни и йоги не подходят для того, чтобы обсуждать с ними Шримад Багаватам. Обсуждать это произведение могут только вайшнавы, чистые преданные. В самом Шримад Багаватам 12.13.18 говорится. Шримад Багаватам. Хотя Шримад Багаватам представляет собой одну из пуран, его называют безупречной пураной. В нем нет ни слова о чем-либо материальном, и потому его так любят непринадлежащие к этому миру преданные вайшнавы. Темы Шримад Багаватам предназначены для парамахамс. Там сказано «Парамо нирмацаранам сатам ведьям». Парамахамса – это тот, кто не принадлежит к материальному миру и никому не питает вражды. Шримад Багаватам повествует о преданном служении, чтобы возвысить живых существ до трансцендентного уровня гьяны, знания и вайрагии, отрешенности от материального. В Шримад Багаватам 1.2.12 говорится. Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отрешенностью от всего мирского, постигает абсолютную истину, преданно служа ей в соответствии с услышанными им наставлениями из веданта Шрути. Это отнюдь не проявление сентиментальности. Посвятив себя преданному служению, бхакти-ашрути-грехи-тая, то есть пробудив в себе дух преданности или сознание Кришны, можно обрести знание и отрешенность от мира. С пробуждением сознания Кришны человек освобождается от стремления к кармической деятельности, экономическому процветанию и материальным наслаждениям. Эта свобода на языке священных писаний называется наишкармией. Того, кто обрел ее, больше не привлекает изнурительный труд ради удовлетворения своих чувств. Шримад Бхагаватам — это последнее зрелое произведение Шрилы Вьесадевы, и читать его следует в обществе осознавших себя душ, одновременно занимаясь преданным служением. Именно такой путь избрал Санатана Гасвами. Он ушел с государственной службы, чтобы посвятить себя изучению Шримад Бхагаватам в обществе знатоков Писаний. Стих восемнадцатый. Однажды, когда Санатана Гасвами изучал с просвещенными брахманами Шримад Бхагаватам, к нему неожиданно пожаловал сам на Боб Бенгали вместе с еще одним человеком. Комментарий Шрилы Прабхупады Полное имя на Боба Бенгали Хусейна Шаха — Алауддин Саият Хусейн Сах Сыриф Макка. Он правил Бенгалии двадцать три года с 1420 по 1443 год Шакабды, 1498-1521 годы нашей эры. Санатана Гасвами изучал Шримад Бхагаватам со знатоками Писаний в 1424 году, 1502 год нашей эры. Стих девятнадцатый. «При виде на Боба Брахманы и Санатана Гасвами встали и с должным уважением усадили его на почетное место». Комментарий Шрилы Прабхупады Хотя на Боб Хусейн Шах был млечь Хаяваной, он, тем не менее, правил Бенгалией, и потому ученые Брахманы и Санатана Гасвами встретили его с почетом, как и положено встречать царя. Если кто-либо занимает руководящий пост в структурах власти, следует понимать, что такой человек снискал милость Господа. В Бхагаватгите 1.41 Господь Кришна говорит «Яд-Яд-Випхутимат-Сатвам-Шримад-Урджитам-Эвава-Тат-Тат-Эвавагач-Хатвам-Маматы-Джом-Шасамбхавам» «Знай же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире — лишь искра моего великолепия». Когда мы видим нечто незаурядное, нужно считать это частичным проявлением достояния Верховной Личности Бога. Влиятельным человеком, випхутимат-Саттвам, называют того, кто снискал милость Господа, или же того, кого Господь наделил некоторым могуществом. В Бхагаватгите 7.10 Кришна говорит «Тэджас, тэджас винам ахам» «Я — сила сильных». Просвещенные брахманы выразили почтение на Бобу Хусейну Шаху потому, что он олицетворял собой крупицу могущества Кришны. Стихи 20.26 «Кто-нибудь, кто бы занимался государственными делами вместо меня?» Рассердившись на Санатану Госвами, на Боб произнес «Твой старший брат — самый настоящий разбойник. Погубив множество людей, твой старший брат разрушил всю Бенгалию, а теперь ты расстраиваешь мои планы». Санатану Госвами ответил «Ты единовластный правитель Бенгалии и не зависишь ни от кого. И если твой преданный в чем-то провинился перед тобой, накажи его по заслугам». Стих 27. Услышав это, на Боб Бенгалии встал и вернулся во дворец. А Санатану Госвами он велел заключить под стражу, чтобы тот никуда не убежал. Комментарии Шрилы Прабхупады Известно, что на Боба Бенгалии связывались с Санатаной Госвами очень близкие отношения. Набоб считал его своим младшим братом, и когда Санатана недвусмысленно дал понять, что собирается в отставку, Набоб, движимый родственными чувствами, по сути сказал ему «Хотя я твой старший брат, я совсем не занимаюсь государственными делами. Единственное мое занятие — вести разбойнические войны, нападая со своей армией на другие царства. Я мясоед, явана, и потому привык охотиться на все живое. Так я убил множество живых существ по всей Бенгалии. Сея повсюду смерть и разрушение, я всегда надеялся на то, что ты будешь держать бразды правления в своих руках. Поскольку я, твой старший брат, целиком поглощен разрушительной деятельностью, ты, мой младший брат, должен заботиться о государственных делах. В противном случае, что станет со страной? Говорящих связывали близкие, почти семейные отношения, поэтому ответ Санатаны тоже прозвучал непринужденно и шутливо. Санатана возразил на Бобу. «Дорогой брат, ты единовластный правитель Бенгалии и волен поступать, как тебе заблагорассудится. Если же кто-то провинился перед тобой, можешь наказать его по заслугам». Иными словами, Санатана Госвами сказал на Бобу, что если уж тот привык поступать как разбойник, то должен, не колеблясь, принять необходимые меры. Поскольку Санатана не хотел возвращаться на службу, на Бобу следовало бы дать ему отставку. На Боб понял намек Санатаны Госвами и рассердился. Он ушел прочь, велев заключить Санатану под стражу. Стих двадцать восьмой «Вскоре Набоб решил напасть на Арису. Тогда он сказал Санатане Госвами, «Ты поедешь со мной». Комментарий Шрилы Прабхупады Хусейн-Шах напал на соседнюю провинцию Ариса в 1424 году Шакабды, 1502 год нашей эры, и покорил местных удельных князей. Стихи двадцать девятый и тридцать второй Санатана Госвами возразил, «Ты собираешься в Арису, чтобы причинить беспокойство верховной личности Бога. Я не могу найти в себе силы поехать туда вместе с тобой». Тогда Набоб, снова заключив Санатану Госвами под стражу, посадил его в тюрьму, а Шри Чайтанья Махапрабо в это время направлялся из Джиганадхапури во Вриндаван. Двое посланцев, которые ходили в Джиганадхапури узнать, когда Господь Чайтанья отправится в дорогу, вернулись к Рупе Госвами и сообщили ему, что Господь уже на пути во Вриндаван. Получив от своих посланцев это известие, Рупа Госвами сразу же написал Санатане Госвами письмо о том, что Шри Чайтанья Махапрабо направляется во Вриндаван. Стих тридцать третий. В этом письме Шри Ла Рупа Госвами писал Санатане Госвами. «Мы, двое твоих братьев, идем на встречу со Шри Чайтанья и Махапрабо. Постарайся как-то вырваться на свободу и присоединиться к нам». Комментарий Шрилы Прабхупады. «Двое братья, упомянутых здесь, это Рупа Госвами и его младший брат Анупама Малик. Рупа Госвами написал Санатане Госвами, прося его присоединиться к нему и к их младшему брату». Стихи тридцать четвертый, шестидесятый. Далее Шрила Рупа Госвами писал Шриле Санатане Госвами. «Я отдал на хранение Бакалейщику десять тысяч монет, используя эти деньги, чтобы освободиться из тюрьмы. Любым способом освободись из заключения и приходи во Вриндаван». Отправив письмо, братья Рупа Госвами и Анупама пошли к Шри Чайтанье Махапрабо. Младший брат Рупа Госвами был великим преданным. Хотя его называли Анупамой Маликом, настоящее его имя было Шри Валабха. Придя в Праяк, Шри Рупа Госвами и Анупама Малик к великой своей радости узнали, что Шри Чайтанье Махапрабо уже там. Шри Чайтанье Махапрабо в это время направлялся в храм Бинду Мадхавы и сотни тысяч людей тянулись за ним, просто чтобы увидеть его. Одни из тех, кто шел за Господом, рыдали, другие смеялись, третьи танцевали, а четвертые пели. А некоторые даже катались по земле, восклицая «Кришна! Кришна!». Праяк стоит у слияния двух рек — Ганги и Емуны. Хотя они никогда не затапливали Праяк, с приходом Шри Чайтанье Махапрабо весь этот край захлестнули волны экстатической любви к Кришне. Увидев огромную толпу, братья не решались приблизиться к ней. Стоя в стороне, они наблюдали за тем, в какой экстаз пришел Шри Чайтанье Махапрабо при виде Бинду Мадхавы. Господь Чайтанье громко пел святое имя Хари. Самозабвенно танцуя с воздетыми к небу руками, он призывал всех повторять «Хари! Хари!». Величие Шри Чайтанье Махапрабо никого не оставляло равнодушным. Поистине, я не в силах описать игры Господа Чайтанье, которые он явил в Праяге. Шри Чайтанье Махапрабо познакомился с одним брахманом из Декана, что в Южной Индии. Тот пригласил Господа Чайтанью отобедать и отвел его к себе домой. Когда Шри Чайтанье Махапрабо сидел один в доме того брахмана, на встречу с Господом Чайтани пришли Рупагасвами и Шри Валабха, Анупама Малик. Издали, увидев Господа, братья зажали в зубах папочку соломы и тут же простерлись перед ним в поклоне, упав на землю, словно палки. Охваченные экстатическими переживаниями, оба брата, произнеся множество стихов на санскрите, то вставали, то снова падали. Шри Чайтанье Махапрабо очень обрадовался при виде Шрилы Рупагасвами. Он сказал ему «Встань, встань, дорогой Рупа, подойди ко мне». Затем Шри Чайтанье Махапрабо произнес «Милость Кришны не поддается описанию, ведь вас обоих он вызволил из колодца мирских наслаждений». Господь Кришна сказал «Даже знаток санскрита, изучивший все ведические писания, не считается моим преданным, если он не занимается чистым преданным служением. С другой стороны, человек, родившийся в семье собакоедов, очень дорог мне, если он чистый преданный, свободный от стремления наслаждаться ритуальной деятельностью или умозрительным философствованием. Следует оказывать такому человеку всевозможные почести и принимать от него любые дары. Поистине такой преданный достоин того, чтобы ему поклонялись, как мне самому». Этот стих был включен Санатаной Госвами в Харе Бхактивиласу 10.127. С этими словами Шричейтанья Махапрабо обнял обоих братьев и по беспричинной милости поставил свои стопы им на головы. Получив беспричинную милость Господа, братья сложили ладони и стали с глубочайшим смирением возносить ему молитвы. «О, самое милостивое воплощение Бога! Ты, Сам Кришна, явившийся в образе Шри Кришны Чайтани Махапрабо! Теперь у Тебя тело золотистого цвета, как у Шри Матери Дхарани, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Мы в почтении склоняемся перед Тобой. Мы в почтении склоняемся перед милостивым Верховным Господом, Который обратил на путь истины все три мира, обезумевшие от невежества, и таким образом исцелил их от недуга, заставив сойти с ума от нектара из сокровищницы любви к Богу. Так пусть единственным нашим прибежищем станет Личность Бога, Шри Кришна Чайтания, чьи деяния поразительны». После этого Шри Кришна Чайтания Махапрабу усадил братьев с собой рядом и спросил их, «Что слышно о Санатане?» Рупага с вами ответил, «Правительство Хусейна Шаха заключило Санатану под стражу, только если ты вызволишь его, он окажется на свободе». Шри Кришна Чайтания Махапрабу сразу же произнес, «Санатана уже на свободе и очень скоро встретится со мной». Затем Брахман позвал Шри Кришна Чайтанию Махапрабу обедать. Рупага с вами в тот день тоже остался там. Балабадра Батачарья пригласил на обед обоих братьев, и они получили остатки пищи с тарелки Шри Кришна Чайтании Махапрабу. Шри Кришна Чайтания Махапрабу подыскал себе жилище возле Тревени, слияния Ганги и Емуны. Двое братьев, Рупага с вами и Шри Валабха, поселились рядом с Господом. Стих 61. В то время в Арайла Грамме жил Шри Валабхабхатта, и когда он услышал о прибытии Шри Чайтании Махапрабу, то пришел увидеться с ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Валабхабхатта – выдающийся знаток ваишнавизма. Вначале он был очень предан Шри Чайтании Махапрабу, однако потом, поняв, что ему не добиться от Господа Чайтании особого признания, он присоединился к Сампродае Вишну Свами и стал в ней Ачарьей. Его школу называют Валабхачарья Сампродаей. Некогда эта Сампродая имела большое влияние во Вриндаване в районе Гакулы и в Бомбее. Валабхабхатта написал много книг, среди которых комментарии к Шримад Бхагаватам под названием Субадхини Тика и пояснение Кведанта Сутри – Анубашья. Он также составил Шадаша Грандху – сборник из шестнадцати коротких сочинений. Арайлаграмма или Аделеграмма – селение, в котором жил Валабхачарья, стоит возле слияния Емуны и Ганги, на противоположном от Праяга берегу Емуны, примерно в полутора километрах от нее. Храм Господа Вишну в том селении и поныне находится в ведении Валабхасампродаи. Валабхабхатта был родом из Трайланги, что в Южной Индии. На Южно-Индийской железной дороге есть станция Нидадабхалу. В двадцати пяти километрах от нее расположена деревня Канкарабада или Какунрапатху. Там жил ученый-брахман по имени Лакшмана Дикшита, чьим сыном и был Валабхабхата. В Антхрапрадеше живет пять каст брахманов – Белланати, Вегинати, Муракинати, Телагунати и Кашаланати. Валабхачарья по рождению принадлежал к касте Белланати. Он родился в 1400 году Шакабды, 1478 год нашей эры. Некоторые придерживаются мнения, что еще до рождения Валабхачарьи его отец принял саньясу, а затем вернулся, чтобы забрать сына с собой. Другие убеждены, что Валабхачарья родился в 1400 году Шакабды в день Экадыши темной половины месяца чайтра в семье брахманов, принадлежавших к роду Кхамбхампатибару. По этой версии, его отца звали Лакшмана Бхатта Дикшита и родился в Валабхачарье в Чампакаране. Третий же считают местом рождения Валабхачарьи селение Чанпа Джхараграма недалеко от железнодорожной станции Раджима в Матхепрадеше. Проучившись 11 лет в Варанасе, Валабхачарья вернулся домой. По возвращении он узнал, что его отец уже покинул этот бренный мир. Оставив дома брата и мать, Валабхачарья отправился на берег реки Тунгабхадра в селение Видьянагар. Там он давал наставления Кришнадеве, внуку царя Букараджи. Затем он трижды обошел всю Индию. Каждое из этих путешествий длилось 6 лет. На протяжении этих 18 лет он участвовал во многих диспутах о смысле богооткровенных писаний и неизменно одерживал победу. В возрасте 30 лет Валабхачарья женился на Махалакшме, девушке из той же брахманской касты, что и он сам. В долине у холма Гавардханы Валабхачарья установил божество. В конце концов он пришел в Арайлу, что на противоположном от Праяга берегу Емуны. У Валабхачарьи было двое сыновей – Гапинадха и Витхалешвара. На склоне лет он отрекся от мира, а в 1452 году Шакабды, 1530 год нашел, эры в Варанасе, завершил свой земной путь. Его труд под названием Шодаша Грандха, а также его комментарии к Виданта Сутре Анубашья и к Шримад Багаватам Субадхини приобрели широкую известность. Помимо них он написал много других книг. Стихи 62-68. Валабхабатачарья поклонился Шричайтане Махапрабу, и тот обнял его. После этого они некоторое время беседовали о Кришне. Когда они начали говорить, Шричайтане Махапрабу охватил сильный экстаз любви к Кришне, однако он постарался скрыть свои переживания, смущенный присутствием Валабхибаты. Хотя внешне Господь сохранял спокойствие, в его сердце бушевала экстатическая любовь, и скрыть ее было невозможно. Заметив это, Валабхабатта изумился. Валабхабатта пригласил Шричайтанью Махапрабу к себе на обед, и Господь Чайтанья представил ему братьев Рупу и Валабху. В великом смирении двое братьев, даже не приближаясь к Валабхибатте, простерлись перед ним в поклоне. Когда Валабхабатачарья направился к ним, они отбежали от него еще дальше. Рупагасвами сказал, «Я неприкасаемый и законченный грешник, прошу, не притрагивайся ко мне». Валабхубатачарью это очень удивило. А Шричайтанья Махапрабу очень обрадовала поведение Рупагасвами, и он стал так говорить о нем Батачарье. Стих шестьдесят девятый. Шричайтанья Махапрабу сказал, «Не прикасайся к нему, ибо он принадлежит к очень низкой касте. Ты же приверженец ведических принципов и опытный жрец, совершивший много жертвоприношений. Кроме того, ты происходишь из аристократического рода». Комментарии Шрилы Прабхупады. Брахманы часто кичатся своим аристократическим происхождением и тем, что они проводят много ведических жертвоприношений. Такое высокомерное отношение брахманов к другим распространено главным образом в Южной Индии. По крайней мере, так было пятьсот лет назад. Шричайтанья Махапрабу в буквальном смысле слова начал революцию против засилья брахманов, призвав всех повторять мантру Харикришна. Повторяя мантру Харикришна, можно обрести освобождение, независимо от своей касты, вероисповедания, цвета кожи или положения в обществе. Любой, кто повторяет махамантру Харикришна, немедленно очищается благодаря трансцендентной природе преданного служения. Шричайтанья Махапрабу намекает здесь Валабхи Батачарьи, что возвышенный брахман, который проводит жертвоприношения и следует ведическим принципам, не должен пренебрежительно относиться к тому, кто преданно служит Господу, повторяя его святое имя. В действительности Рупагасвами не был выходцем из низкой касты. Он происходил из очень знатной брахманской семьи, однако из-за его общения с набобом мусульманином его объявили падшим и лишили принадлежности к касте брахманов. При этом он находился на таком высоком уровне преданного служения, что Шричайтанья Махапрабу признавал его Госвами. Валабхи Батачарье все это было известно. Преданный выше таких понятий, как кастовая или религиозная принадлежность, но несмотря на это, Валабхи Батачарье гордился своим положением. Сейчас сампродаю Валабхи Батачарьи в Бомбее возглавляет Дикшита Махараджа. Он очень доброжелательно относится к нашему движению и всякий раз, когда мы встречаемся, этот ученый брахман высоко отзывается о деятельности движения Харе Кришна. Он пожизненный член нашего общества. Дикшита Махараджа является большим знатоком шастер и принадлежит к касте брахманов, но при этом признает наше общество и считает его членов истинными преданными Господа Вишну. Стих 70. Валабхи Батачарье слышал, как оба брата непрестанно повторяли святое имя и понял намек Шри Чайтани Махапрабу. Стих 71. Валабхи Батачарья сказал, «С их уст не сходит святое имя Кришны, поэтому как могут они быть неприкасаемыми? Скорее наоборот, это самые достойные люди». Комментарии Шрилы Прабхупады. Валабхи Батачарья признал высокое положение двух братьев, и это должно послужить назиданием для людей, без всяких на то оснований, гордящихся своим положением брахмана. Иногда такие псевдобрахманы не признают запреданных или брахманов наших учеников из Европы и Америки, а некоторые брахманы настолько горды собой, что даже не пускают их в храмы. Шри Чайтани Махапрабу преподает здесь важный урок. Хотя Валабхи Батачарья пользовался большим авторитетом среди приверженцев браманизма и был высокоученым человеком, он признавал, что те, кто повторяет святое имя, и есть истинные браманы и вайшнавы, и потому являются самыми возвышенными из людей. Стихи 72-101. Затем Валабхи Батачарья процитировал следующий стих. Дорогой Господь, тот, чей язык всегда повторяет твое святое имя, становится выше любого брахмана. Такого человека следует почитать, даже если он появился на свет в семье собакоедов и с материальной точки зрения низший из низших. Таков удивительный результат повторения святого имени Господа. Люди, повторяющие твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и великие жертвоприношения, упомянутые в ведах. Чтобы получить возможность повторять твое святое имя, они должны были совершать омовение во всех святых местах паломничества и изучить все веды. Поистине такие люди арии. Это цитата из Шримад Бхагаватам 3.33.7. Услышав от Валабхибаты цитату из шастры, описывающую положение преданного, Шри Чайтанье Махапрабу остался очень доволен. Господь лично похвалил его и, охваченный экстазом любви к Богу, произнес много стихов из шастр. Шри Чайтанье Махапрабу сказал, «Человек, развивший в себе качество безукоризненно чистого брахмана благодаря преданному служению, которое, подобно пылающему огню, сжигает дотла все совершенные в прежних жизнях грехи, безусловно избавляется от последствий своего греховного прошлого, предопределившего в том числе и его низкое происхождение. Даже если такой человек родился в семье собакоедов, истинно мудрые признают его. С другой стороны, знаток вед не получит такого признания, если он атеист». Этот и следующий стих взятый из Хари Бхакти Судхадайи 3.11.12 духовного произведения, относящегося к Пуранам. «Если человек чужд преданному служению, то его знатное происхождение, знания священных писаний, все аскетические подвиги, которые он совершил и ведические мантры, которые он произнес, сродни украшениям на мертвеце, которого наряжают, чтобы потешить толпу. Экстатическая любовь к Богу, которую проявлял Шри Чайтанье Махапрабу, понимание им самой сути преданного служения, а также красота и могущество Господа Чайтаньи повергли Валабху Батачарью в изумление. Валабха Батачарья посадил Шри Чайтанию Махапрабу и его спутников в лодку и повез их к себе домой, чтобы накормить обедом. Когда они переправлялись через Емуну, Шри Чайтанье Махапрабу взглянул на ее темные сверкающие воды и почувствовал прилив экстатической любви. Едва увидев Емуну, Шри Чайтанье Махапрабу с громким возгласом бросился в воду. Этот поступок Господа Чайтаньи испугал и поверг в трепет всех его спутников. Они поспешно схватили Шри Чайтанию Махапрабу и вытащили его из воды. Очутившись в лодке, Господь принялся танцевать. Под тяжестью Господа лодка закачалась. Она стала наполняться водой и могла утонуть в любой миг. Шри Чайтанье Махапрабу всеми силами старался скрыть от Вала Бхачарьи свои чувства, однако, несмотря на попытки сохранить спокойствие, ему не удавалось сдержать любовный экстаз. В конце концов, приняв во внимание обстоятельства, Шри Чайтанье Махапрабу немного успокоился, так что лодка смогла достичь Арайлы и причалить к берегу. Опасаясь за Господа Чайтанию, Валабха Батачарья ни на шаг не отходил от него. Батачарья помог Господу совершить омовение и привел его к себе домой. Когда Шри Чайтанье Махапрабу вошел в дом Валабхи Батачарьи, тот с огромным удовольствием усадил Господа на почетное место и сам омыл ему стопы. Затем Валабха Батачарья и его домочадцы окропили этой водой себе головы и преподнесли Господу новую набедренную повязку и бахирвасу. Валабха Чарья устроил большую пуджу Господу Чайтанье, поднеся ему ароматические масла, благовония, цветы и светильники. А Балабхадру Батачарию, повара Господа Чайтанье, он очень почтительно попросил приготовить пищу. Потом Шри Чайтанье Махапрабу с большой любовью и заботой подали обед. Накормили также и Рупуга Свами с его братом Шри Валабхой. Валабха Батачарья сначала угостил остатками трапезы Господа Шрилу Рупуга Свами, а затем Кришнадаса. Господу поднесли специи для освежения рта, уложили его отдыхать, а Валабхаба Батачарья сам принялся массировать ему ноги. Когда Валабхаба Батачарья делал Господу Чайтанье массаж, Господь попросил его идти обедать. Пообедав, тот вернулся к лотосным стопам Господа. В это время пришел Ракхупати Упадхияя, уроженец Тирухиты. Он был очень образованным, уважаемым человеком и великим преданным. Тирухита или Тирхутия — это общее название четырех областей Бихара, Сарана, Чампарана, Музафарпура и Дарбханги. Жителей этой провинции именуют Тирухтиями. Ракхупати Упадхияя выразил почтение Шричайтане Махапрабу, и Господь Чайтанье благословил его, сказав, «Всегда пребывай в сознании Кришны». Ракхупати Упадхияя очень обрадовался такому благословению. Затем Господь Чайтанье попросил его рассказать о Кришне. Тогда Ракхупати Упадхияя стал декламировать свои стихи, описывающие игры Кришны. Слушая эти стихи, Шричайтане Махапрабу преисполнился экстатической любовью. Ракхупати Упадхияя произнес, «Те, кого страшит материальное существование, поклоняются ведам? Кто-то выражает почтение Смрити дополнением к ведам, а другие чтят Махапхарату. Что же касается меня, то я поклоняюсь Отцу Кришны, Махараджа Нанде, во дворе у которого играет Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина». Этот стих, произнесенный Ракхупати Упадхияей, впоследствии был включен Шрирупай Гасвами в Подъяволе, 126. Когда Господь попросил Ракхупати Упадхияю говорить дальше, тот поклонился Господу и поспешил исполнить его просьбу. «Кому мне сказать и кто мне поверит, что Верховная Личность Бога, Кришна, подстерегает гопи в кущах на берегу Ямоны? Так Господь являет свои игры». Этот стих также потом вошел в Подъяволе, 99. Шричайтане Махапрабу попросил Ракхупати Упадхияю продолжать рассказ об играх Шри Кришны. От экстаза любви к Богу тело и ум Господа Чайтании расслабились. Наше тело и ум всегда заняты материальной деятельностью, но начав действовать на материальном уровне, они на материальном уровне расслабляются. При виде пяти признаков экстаза, которые проявлял Шричайтане Махапрабу, Ракхупати Упадхияя решил, что перед ним не человек, а сам Господь Кришна. Шричайтане Махапрабу спросил Ракхупати Упадхияю, «Кого, по-твоему, можно назвать наивысшим существом?» Ракхупати Упадхияя сказал, «Превыше всех Господь Шьямасундара». Стих 102. «А из всех обителей Кришны, какую ты считаешь наилучшей?» «Лучшей, вне всяких сомнений, является Мадхупури или Мадхурадхама», — ответил Ракхупати Упадхияя. Комментарии Шрилы Прабхупады. «Как сказано в Брахма-Самхите 5.33, формам Господа нет числа. Адвай-тамачью-там, анадим, анан-тарупам». Шричайтане Махапрабу попросил Ракхупати Упадхияю назвать лучшей из миллионов обликов Господа Кришны, и Упадхияя сразу же ответил, что это Шьямасундара. В образе Шьямасундары Кришна стоит, изогнувшись в трех местах, и держит в руках флейту. Образ Шьямасундары описан также в Брахма-Самхите 5.38. «Я поклоняюсь предвечному Господу Говинди, чей образ доступен взору преданных, глаза которых умощены бальзамом любви к нему. Такие преданные всегда созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в его вечном образе Шьямасундары. Те, кто исполнен экстатической любви к Кришне, постоянно созерцают в своем сердце образ Шьямасундары. Ракхупати Упадхияя подтверждает, что существует множество воплощений абсолютной истины, верховные личности Бога, таких как Нараяна, Нарисимха, Вараха, но Кришна превосходит их. Как сказано в Шримад-Бхагаватам 1.3.28, Кришна сту богаван своям. Кришна — это изначальная личность Бога. Под Кришной подразумевают Шьямасундару, играющего на флейте во Вриндаване. Это лучший из всех обликов Господа. Кришна живет иногда в Мадхуре, а иногда в Двараке, однако Мадхура занимает особое место среди его обитателей. Рупага Свами подтверждает это в Упадышамрите 9. Вайкундхаджджанитовара Мадхупури. Мадхупури или Мадхура намного превосходит Вайкундхалоки, планеты духовного мира. Стихи 103-107. Шри Чайтанье Махаврабу спросил, «Какой из трех возрастов Кришны — детство, отрочество и ранняя юность — ты считаешь лучшим?» Ракхупати Упадхьяя сказал, «Лучший возраст — это ранняя юность». Наконец, Шри Чайтанье Махаврабу спросил, «А из всех рас, какая, по твоему мнению, является наивысшей?» Ракхупати Упадхьяя ответил, «Наивысшей является раса супружеской любви». Тогда Шри Чайтанье Махаврабу произнес, «Несомненно, ты сказал чистую правду». Затем он прерывающимся голосом прочитал стих целиком. «Наивысший образ — это образ Шримасундары. Лучшая обитель — это город Мадхура. Объектом нашей медитации всегда должна быть ранняя юность Господа Кришны, а наивысшая раса — это раса супружеской любви». Этот стих также включен в «Подъяволе» 82. С этими словами Шри Чайтанье Махаврабу в экстазе любви к Богу обнял Ракхупати Упадхьяю. Тот тоже преисполнился экстатической любви и принялся танцевать. Стих 108. «Вид танцующих Шри Чайтанье Махаврабу и Ракхупати Упадхьяи поверг Валабхубатачарью в изумление. Он даже привел двоих своих сыновей, чтобы те могли припасть к лотосным стопам Господа Чайтанье». Комментарий Шрилы Прабхупады. Сыновей Валабхачарья звали Гапинадха и Витхалешвара. Шри Чайтанье Махаврабу посетил Праяк в 1434 или 1435 году Шакабды, 1512 или 1513 год нашей эры. В это время Витхалешвара еще не родился. Смотрите также комментарии к 47 стиху 18 главы Матхьялилы. Стихи 109-113. Местные жители, узнав, что в их деревню пришел Шри Чайтанье Махапрабу, отправились посмотреть на него. Просто увидев его, все они стали преданными Кришне. Каждый деревенский браман хотел пригласить Господа к себе, но Валабхабата Чарья не разрешил им этого делать. Валабхабата решил, что Шри Чайтанье Махапрабу не стоит задерживаться в Арайле, где он в экстазе любви к Богу бросился в Емуну и что надо отвезти его обратно в Праяк. Валабхабата сказал, все, кто хочет, могут пригласить Шри Чайтанию Махапрабу на обед в Праяге. Сказав так, он вместе с Господом Чайтаньей отправился в Праяк. Валабхабата избегал приближаться к Емуне. Посадив Господа в лодку, он повез его в Праяк по Ганге. Из-за большого скопления людей в Праяге, Шри Чайтанье Махапрабу выбрал Даша Швамет Хаггат как место, в котором он даст наставление о науке преданного служения Шри Рупи Гасвами и наделит его духовной силой. Комментарий Шрилы Прабхопады Парасья Шактир Вевидхайва Шруэте Верховный Господь обладает многообразными энергиями, и если преданному посчастливиться, то Господь наделит его ими. У Господа есть особая энергия, с помощью которой он расширяет движение сознания Кришны. Это объясняется в Чайтане Чаритамрите Антьялила 7.11. Кали Калера Дхарма Кришна Намасанкиртана Кришна Шакти Вина Нахитара Правартана Невозможно проповедовать святое имя Кришны, не получив на то особых полномочий от Господа Кришны. Преданного которого Господь облег такой властью, следует считать очень удачливым. Мы расширяем движение сознания Кришны ради того, чтобы дать людям знания об их истинном положении, об их изначальных взаимоотношениях с Кришной. Чтобы делать это, необходима особая сила, даровать которую может только Кришна. Люди не помнят о своей связи с Кришной. Жизнь за жизнью они проводят во власти Чармайи, переселяясь из одного тела в другое. Так продолжается их материальное существование. Верховный Господь Шри Кришна сам приходит, чтобы объяснить людям неестественность их пребывания в материальном мире. Затем Господь снова нисходит в этот мир, как Шри Чайтанье Махапрабу, побуждая всех принять сознание Кришны. Господь также наделяет особой силой своего доверенного преданного, чтобы тот дал людям возможность понять их естественное предназначение. Стихи 115-116. Шри Чайтанье Махапрабу поведал Шриле Рупи Госвами высочайшие истины, связанные с Господом Кришной, с преданным служением и с трансцендентными расами, которые достигают кульминации в любовных отношениях Радхи и Кришны. Кроме того, Господь открыл Рупи Госвами высший смысл Шримад Бхагаватам. Шри Чайтанье Махапрабу передал Рупи Госвами все философские положения, услышанные от Рамананды Рая, и наделил Рупу способностью понять их. Стих 117. Войдя в сердце Рупи Госвами, Шри Чайтанье Махапрабу вложил в него духовную силу, позволяющую извлечь из всех истин правильные выводы. По милости Господа Чайтанье, Шрил Рупа Госвами стал знатоком духовной науки, и его суждения полностью соответствовали учению, передающемуся Папарампаре. Так Шри Рупа Госвами получил особое полномочие от самого Шри Чайтанье Махапрабу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Лишь на первый взгляд может казаться, будто преданное служение относится к сфере материальной деятельности. Для того, чтобы иметь должное руководство, необходимо получить наставление от самого Шри Чайтанье Махапрабу. Так было в случае Рупы Госвами, Санатаны Госвами и других очарьев. Стихи 118. 131. В своей книге Чайтанье Чандрадая, Кави Карнапура, сын Шивананда Сена, подробно описал встречу Шри Рупы Госвами и Шри Чайтанье Махапрабу. Со временем люди почти утратили трансцендентное знание о Вриндаванских играх Кришны. Чтобы трансцендентные игры Кришны получили подробное объяснение, Шри Чайтанье Махапрабу одарил нектарам своей милости Шрилу Рупу Госвами и Санатану Госвами и поручил им выполнять во Вриндаване эту миссию. Этот и следующие два стиха взяты из девятого действия Чайтанье Чандрадая, стихи 38, 29, 30 Шри Кави Карнапуры. Шрилу Рупа Госвами с самого начала питал глубокую привязанность к божественным качествам Шри Чайтанье Махапрабу. Благодаря этому он навсегда освободился от уз семейной жизни. Шрилу Рупа Госвами и его младший брат Валабха снискали благословение Шри Чайтанье Махапрабу. Хотя Господь пребывал в своем вечном духовном образе, в Праяге он поведал Рупе Госвами о трансцендентной экстатической любви к Кришне. Затем Господь крепко обнял его и пролил на него всю свою милость. Воистину, Шрила Рупа Госвами, чьим близким другом был Сварупа Дамодара, был точь-в-точь похож на Шри Чайтанию Махапрабу. Он был очень и очень дорог Господу. Как воплощение экстатической любви Шри Чайтанье Махапрабу, Рупа Госвами был прекрасен от природы. Он неотступно следовал принципам, провозглашенным Господом, и был способен правильно объяснить игры Господа Кришны. Шри Чайтанье Махапрабу одарил своей милостью Шрилу Рупу Госвами, чтобы тот мог служить ему, создавая свои трансцендентные произведения. Так в разных местах поэт Кавик Карнапура превозносит качество Шрилы Рупа Госвами. Он также описывает, как Шри Чайтанье Махапрабу пролил на Шрилу Рупу Госвами и Шрилу Санатану Госвами беспричинную милость. Шрилу Рупу Госвами и Шрилу Санатану Госвами любили и уважали все верные последователи Шри Чайтаньи Махапрабу. Когда кто-нибудь, побывав во Вриндаване, возвращался на родину, приближенные Господа расспрашивали его. Они спрашивали всех, кто возвращался из Вриндавана, как там поживают во Вриндаване Рупа и Санатана, чем они занимаются, отрекшись от мира, что они едят, такие они задавали вопросы. Приближенные Господа также спрашивали, как Рупе и Санатане удается заниматься преданным служением 24 часа в сутки. Тогда паломник, вернувшийся из Вриндавана, начинал прославлять Шрилу Рупу и Санатану Госвами. У братьев нет никакого постоянного местожительства. Они живут под деревьями, одну ночь под одним деревом, а следующую ночь под другим. Шрила Рупа и Санатану Госвами просят подаяния в домах браманов. Отбросив все материальные наслаждения, они питаются только черствыми лепешками и жареным горохом. С собой они носят лишь по сосуду с водой, а одеждой им служат рваные лоскутные накидки. При этом они непрестанно повторяют святые имена Кришны, беседуют о Его играх и, охваченные ликованием, танцуют. Они заняты служением Господу почти 24 часа в сутки. Спят они обычно всего полтора часа, а иногда поглощенные повторением святого имени Господа не спят вовсе. Иногда они пишут трансцендентные книги о преданном служении, а иногда слушают о Шричейтане Махапрабу или проводят время, погрузившись в размышления о Господе. Стих 132. Слушая о деяниях Рупы и Санатаны Гасвами, приближенные Шричейтане Махапрабу говорили, стоит ли удивляться достижением человека, на которого сам Господь пролил свою милость. Комментарии Шрилы Прабхупады Шрила Рупа Гасвами и Санатана Гасвами не имели постоянного места жительства. Они проводили под одним деревом не более одного дня и писали огромные по объему трансцендентные книги. Помимо этого, они еще повторяли святое имя Господа, танцевали, беседовали о Кришне и вспоминали о разных деяниях Шричейтане Махапрабу. Таким было их преданное служение. Во Вриндаване есть Пракрита Сахаджии, которые утверждают, будто писать книги и даже прикасаться к ним – табу. Для них преданное служение означает свободу от подобной деятельности. Всякий раз, когда им предлагают послушать ведические писания, они отказываются, говоря, «Зачем нам читать или слушать трансцендентные писания? Они предназначены для неофитов». Сахаджии хотят показать, что возвысились до такого уровня, на котором уже не нужно утруждать себя чтением, написанием или слушанием книг. Однако чистые преданные, идущие по стопам Шрилы Рупагасвами, отвергают эту философию Сахаджии. «Писать книги ради славы и денег, безусловно, не стоит. Однако писать и издавать книги для просвещения человечества – это подлинное служение Господу». Так считал Шрила Бактисиданта Сарасвати Тхакур, и он ясно давал своим ученикам указания писать книги. Более того, он считал, что издавать книги важнее, чем строить храмы. Строительством храмов должны заниматься обычные люди и преданные неофиты, а долг возвышенных и уполномоченных Господом преданных – писать и издавать книги и повсеместно распространять их. По словам Бактисиданта Сарасвати Тхакура, распространять книги – это все равно, что играть на огромной мриданге. Поэтому мы постоянно просим членов Международного общества Сознания Кришны издавать как можно больше книг и распространять их по всему миру. Так, идя по стопам Шрилы Рупагасвами, можно стать преданным Рупанугой. Стихи 133-134 Шрилы Рупагасвами сам говорит о милости Шричейтани и Махапрабу во вступительной молитве Бактира Самрита Синдхо 1.1.2. «Хотя я ничтожнейший из людей и лишен знаний, Господь милостиво вдохновил меня писать духовные произведения о преданном служении. Поэтому я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Верховного Господа Шричейтани и Махапрабу, который позволил мне написать эти книги». Стих 135-й Шричейтани и Махапрабу провел в прояге 10 дней, наставляя Рупагасвами и вкладывая в него духовную силу. Комментарий Шрилы Прабхупады Здесь подтверждается то, что сказано в другом стихе из Чайтанья Чаритамриты. Кришна Шакти Вина Нахе Тара Правартана Невозможно расширять движение сознания Кришны, не получив на то особых полномочий от Верховной Личности Бога. Наделенный такими полномочиями преданный считает себя ничтожнейшим из людей, ибо знает, что всеми своими достижениями он обязан Господу, который из сердца вдохновляет его. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавадгите 10.10 Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Право получить от Верховной Личности Бога такие полномочия необходимо заслужить. Это означает, что нужно круглые сутки служить Господу с любовью и преданностью. Материальное положение преданного не имеет в данном случае никакого значения, поскольку преданное служение не зависит от материальных обстоятельств. В первый период своей жизни Шрила Рупагасвами был грехастхой и состоял на государственной службе. Он не был ни Саньяси, ни даже Брахмачарии. Общался он главным образом с млечхами и яванами, но поскольку он всегда был готов служить Господу, то удостоился его милости. Таким образом, Господь может дать искреннему преданному все полномочия, независимо от положения, которое тот занимает. В предыдущем стихе, взятом из Бактира Самрита Синдху, Шрила Рупагасвами описал, как сам Господь наделил его духовной силой. В другом месте Бактира Самрита Синдху, 1.2.187, он пишет Человек, который действует в сознании Кришны, то есть служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой, даже если находится в материальном мире и как будто занимается разнообразной материальной деятельностью. Для того, чтобы уберечься от материальной скверны и снискать милость Господа, требуется искреннее желание служить Ему. А как только человек удостоится милости духовного учителя и Господа, он сразу же получит силу, необходимую, чтобы писать книги и проповедовать сознание Кришны, невзирая на материальные обстоятельства. Стихи 136-137. Шрича Итани Махапрабу сказал. «Послушай меня, дорогой Рупа, исчерпывающе рассказать о преданном служении невозможно, поэтому я попытаюсь лишь в самых общих чертах описать признаки Бхакти. Океан трансцендентных рас преданного служения настолько велик, что никому не под силу измерить его. Однако, чтобы дать тебе ощутить вкус этого океана, я опишу лишь одну его каплю». Стихи 138-й. «Бесчисленные живые существа скитаются по Вселенной, получая тела, принадлежащие к 8 миллионам 400 тысячам видов жизни». Комментарий Шрилы Прабхупады. Это вызов так называемым ученым и философам, которые полагают, будто живые существа есть только на нашей планете. Так называемые ученые отправляются на Луну и утверждают, что жизни там нет. Но Шричи Итаньи Махапрабхуп придерживается на этот счет иного мнения. По его словам, бесчисленные живые существа, относящиеся к 8 миллионам 400 тысячам видов жизни, обитают повсюду во Вселенной. Бхагавадгита 2.24 называет живых существ «сарвагата», что указывает на их способность проникать всюду. Это означает, что живые существа есть везде. Они живут на суше, в воде, в огне, в воздухе и в эфире. Таким образом, живые существа есть во всех материальных элементах. А поскольку из этих пяти элементов – Земли, воды, огня, воздуха и эфира – состоит вся материальная Вселенная, почему на одной планете могут быть живые существа, а на других нет? Последователи ВЕТ не согласны со столь глупой теорией. Из ведических писаний мы знаем, что живые существа есть на каждой планете, из чего бы она ни состояла – Земли, воды, огня или воздуха. Эти живые существа могут не иметь таких же тел, какие мы наблюдаем на Земле, но у них есть другие тела, состоящие из других элементов. Мы видим, что даже на Земле существуют различия между телами животных, обитающих на суше и обитающих в воде. В разных местах условия жизни разные, однако не может быть никаких сомнений в том, что живые существа есть везде. На каком основании можно считать другие планеты Вселенной необитаемыми? Те, кто утверждает, будто побывали на Луне, в действительности не были там, или же просто не смогли своим несовершенным зрением увидеть обитающих там живых существ. Живые существа названы здесь бесчисленными – Ананта, и в то же время говорится, что они подразделяются на 8 миллионов 400 тысяч видов. В Пуранах сказано Существует 900 тысяч видов обитателей вод, 2 миллиона видов неподвижных живых существ, стховара, таких как деревья и растения, 1 миллион 100 тысяч видов насекомых и присмыкающихся, и 1 миллион видов птиц. Что же касается видов четвероногих, то их насчитывается 3 миллиона видов, а людей – 400 тысяч. Некоторые из этих видов могут встречаться на одной планете и не встречаться на другой, однако в любом случае живые существа есть на всех планетах Вселенной, даже на солнце. Так гласят ведические писания. В Бхагавадгите 2.20 говорится Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она не рожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. Живые существа никогда не погибают, они просто перевоплощаются из одного вида жизни в другой. Таким образом, эволюция – это переход к более совершенному виду жизни с более высоким уровнем сознания. Нам известно, что уровень сознания у разных видов жизни разный. Сознание собаки отличается от сознания человека, и даже в пределах одного вида сознания отца отличается от сознания сына, а сознание ребенка – от сознания юноши. Поскольку есть разница между уровнем сознания живых существ, то, конечно, должны различаться и их тела. Иначе говоря, тип тела того или иного живого существа зависит от уровня развития его сознания. Подтверждение тому мы находим в Бхагавадгите 8.6. Сознание живого существа в момент смерти определяет, какой тип тела оно получит в следующей жизни. Так происходит перевоплощение души. Разные типы тел уже существуют, и мы переселяемся из одного тела в другое в зависимости от состояния нашего сознания. Стих 139. Размеры живого существа равны одной десятитысячной части сечения кончика волоса. Такова изначальная природа крошечного живого существа. Стих 140. Если разделить кончик волоса на 100 частей, а потом взять одну часть и разделить еще на 100 частей, столь малая частица будет сравнима размерами с одним из бесчисленного множества живых существ. Все живые существа – читкана, молекулы духа, а не материи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих – цитата из классического комментария к разделу Шримад Бхагаватам, в котором олицетворенные веды выражают почтение Верховной Личности Бога. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите 15.7. «Мамай вамшо джива локе джива бутах санатанах». Живые существа в материальном мире – мои вечные отделенные частицы. Господь Кришна сам говорит о связи с ним бесконечно малых живых существ. Господь Кришна – это высший дух, сверхдуша, а живые существа – его крошечные неотъемлемые частицы. Разумеется, мы не способны разрезать кончик волоса на столько частей, однако с духовной точки зрения существование столь малых живых существ возможно. Духовная энергия настолько могущественна, что даже мельчайшая частица духа может стать в материальном мире величайшим мыслителем. Одинаковая духовная искра находится в теле муравья и в теле брахмы. Духовная искра получает то или иное тело в зависимости от своей кармы, материальной деятельности. А материальная деятельность бывает в благости, страсти, невежестве или же в сочетании этих гун. Какое сочетание гун природы оказывает влияние на живое существо, такое тело это существо и получает. Таков итог всему сказанному. Стих 141. Если кончик волоса разделить на сто частей, а одно из них еще на сто, то размеры такой десятитысячной части и будут размерами живого существа. Так гласят главные ведические мантры. Комментарий Шрилы Прабхупады. Первые три пады этого стиха из Панчадаша Чатрадипы, 81, взяты из Шветошватары Упанишат, 5-9. Стих 42. Господь Кришна говорит. Из мельчайшего Я живое существо. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живое существо едино с Верховной Личностью, Богом, и в то же время отлично от Него. Будучи вечной душой, живое существо едино с Верховным Господом в качественном отношении. Однако Верховный Господь громаден, тогда как живое существо ничтожно мало. Здесь процитировано третье пады стиха из Шримад Бхагаватам, 11, 16, 11. Стих 143. О Господь! Воплощенные в материальных телах живые существа духовны, и им нет числа, но если бы они были вездесущими, они бы не находились в Твоей власти. Однако если признать, что они частицы вечного духовного существа, высшего духовного целого, то есть Твои частицы, то сразу становится ясно, что они всегда подвластны Тебе. Если живые существа просто станут черпать удовлетворение в осознании того, что они дождественны Тебе, они будут счастливы, получив в свое распоряжение очень многое. Итак, представления, согласно которым между Верховной Личностью Бога и живым существом нет никакой разницы, ошибочны. Они не соответствуют действительности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10.8.10.7.30 произносят олицетворенные веды. Стих 144. Бесчисленные живые существа бывают двух видов – движущиеся и неподвижные. К движущимся живым существам относятся птицы, обитатели вод и обитатели суши. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанье Махапрабу объясняет здесь, что живые существа обитают в самых разных условиях. Хотя деревья, растения и камни неподвижны, их тем не менее следует считать живыми существами – духовными искрами. У деревьев, растений и камней есть душа, поэтому все они – живые существа. В телах таких движущихся существ, как птицы, обитатели вод и звери, присутствует та же самая духовная искра. Здесь говорится, что есть существа, способные летать, плавать и ходить. Из этого явствует, что бывают и такие существа, которые могут перемещаться в огне и эфире. У разных живых существ разные тела, и состоят они из земли, воды, воздуха, огня и эфира. Слова «тарамадхе» означают «в этой вселенной». Вся вселенная состоит из этих пяти материальных элементов, и неправильно считать, что живые существа есть только на нашей планете, а на других планетах их нет. Такие представления противоречат ведам. В Бхагавадгите 2.24 сказано Индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Душа не имеет с материальными элементами ничего общего. Любой материальный элемент, особенно землю, можно разбить на куски. Что же касается души, то ее нельзя сжечь или разрезать на куски. Вот почему она способна жить даже в огне. По той же причине живые существа есть и на солнце. Почему же они не могут жить на той или иной планете? Согласно ведам, живые существа способны жить где угодно – на суше, в воде, в воздухе и огне. Независимо от условий обитания, живое существо остается неизменным – стхану. Из Бхагавадгиты и слов Шричи Итани Махапрабу явствует, что живых существ можно встретить повсюду во Вселенной. Они присутствуют там в виде деревьев и других растений, обитателей вод, птиц, людей и т.д. Хотя люди составляют лишь совсем небольшую часть живых существ, они тоже делятся на разные категории, потому что есть много нецивилизованных людей, таких как Млечхи, Пулинды, Баутхи и Шабары. К цивилизованным людям относятся приверженцы ведических принципов. Едва ли не половина из них признает эти принципы лишь на словах. На деле же они совершают всевозможные греховные поступки. Такие люди пренебрегают заповедями священных писаний. Комментарий Шрилы Прабхопады Слово «веда» означает «знание». Высшее знание – это понимание Верховного Господа и своих взаимоотношений с Ним, а также поступки, соответствующие природе этих взаимоотношений. Быть религиозным человеком – значит жить в соответствии с заповедями вед. Религия подразумевает исполнение воли Верховной Личности Бога. Законы вед представляют собой указания, которые даны Верховной Личностью Бога. Арии – это цивилизованные люди с незапамятных времен, соблюдающие законы вед. Эти законы даны человеку, чтобы он мог познать Верховное Существо, и никто не способен указать дату их возникновения. Любую книгу или знание, помогающее найти Верховное Существо, можно признать основой для истинной религии. Но поскольку в разных местах условия и сами люди, а также их способность понимать духовную науку различны, существует много разных религий. Высшая религиозная система описывается в Шримаат Бхагаватам 1.26 так. Высшая форма религии та, что позволяет человеку в полной мере осознать существование Бога, то есть понять, как он выглядит, как его зовут, какими качествами он обладает, что он делает, какова его обитель, и почувствовать его присутствие всюду. Доскональное понимание всего этого представляет собой совершенное ведическое знание. Вершина ведической мудрости – это систематическое знание о природе Бога. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавадгите 15.15. Целью изучения вед является познание Бога. Вот почему те, кто на деле следует наставлениям вед и занят поисками Бога, не могут совершить грех, то есть приступить законы Верховного Господа. Однако сейчас, в век Кали, хотя люди и называют себя последователями той или иной религии, большинство из них грешит, нарушая заповеди ведических писаний. Поэтому Шри Чайтане Махапрабу говорит здесь «Веда-ни-шитха-па-пакари-дхарма-на-хигане». В этот век многие называют себя религиозными людьми, хотя и не следуют никаким заповедям. Вместо этого они совершают всевозможные грехи. Стих 147. Большинство из тех, кто следует предписаниям вед, идет путем кармической деятельности, стараясь творить добро и избегать зла. Среди множества искренних кармий, стремящихся к наслаждению плодами своего труда, лишь немногих можно назвать поистине мудрыми. Комментарии Шрилы Прабхупады По утверждению Шрилы Бактиседанты Сарасвати Дхакура, слово «карма-ништха» относится к тому, кто желает наслаждаться плодами своего честного труда и праведных дел. Некоторые последователи вед подносят все абсолютной истине без желания наслаждаться результатами своего благочестия. Таких людей тоже относят к числу «карма-ништх». Иногда мы видим, что религиозные люди, не жалея сил, трудятся, зарабатывая деньги, а потом тратят их на добрые дела, учреждая благотворительные фонды, открывая школы и больницы. Зарабатывает ли человек деньги для самого себя или же ради блага других, он именуется «карма-ништхой». Среди миллионов «карма-ништх» может быть найдется один мудрый человек. Тех, кто избегает кармической деятельности и чтобы раствориться в бытии абсолютной истины хранит обет молчания, обычно называют гьяни, мудрецами. Их привлекает не кармическая деятельность, а слияние со Всевышним. Однако и карма-ништхи и гьяни не свободны от корысти. Карми интересуют только блага материального мира, а гьяни стремятся к обретению единства со Всевышним. Кармическую деятельность гьяни считают несовершенной. Для них совершенство заключается в том, чтобы прекратить всякую деятельность и слиться с бытием Всевышнего. Такова цель их жизни. Гьяни стремятся стереть различия между знанием, познающим и объектом знания. Это называется философией имманизма или единства, и ее отличительной особенностью является духовная практика молчания. Из миллионов таких мудрецов только единицы действительно обретают освобождение, становятся муктами, а из миллионов получивших освобождение едва ли найдется один чистый преданный Господа Кришны. Комментарии Шрилы Прабхупады В Шримад Бхагаватам 10.2.32 сказано, что гьяни из-за недостатка знания не обретают истинного освобождения. Они лишь мынят себя освобожденными душами. Знание человека становится полностью совершенным только тогда, когда он поднимается на ступень постижения верховной личности Бога. Брахмети, Параматмите, Бхагаван и Тишабдеты Абсолютную истину, Сатья-Васту, описывают как Браман, Параматму и Бхагавана. Знание человека о безличном Брамане и сверх душе останется несовершенным до тех пор, пока он не возвысится до постижения верховной личности Бога. Вот почему в этом стихе ясно сказано Коти мукта матхей дурлабха эка Кришна бакта Тех, кто стремится познать безличный Браман или Параматму, обычно относят к числу освобожденных душ, однако их знание несовершенно и потому Шримад Бхагаватам называет их вимукта манинах. А поскольку несовершенно их знание, то несовершенно и их представление об освобождении. Лишь постигнув верховную личность Бога, человек обретает совершенное знание. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавадгите 5.29. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет и полувогов, а также благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. Карми, Гияни и Йоги еще находятся в поиске, и пока они не завершат его, никто из них не обретет умиротворение. Поэтому в Бхагавадгите говорится «Джнатвамам шанти мричхати» «Обрести подлинное умиротворение можно, лишь познав Кришну». Это объясняется в следующем стихе. Стих 149. Поскольку преданный Кришне свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, карми одержимы желанием материальных удовольствий, гияни стремятся к освобождению, а йоги – к материальным достижениям. Все они обуреваемы материальными желаниями и потому не способны обрести умиротворение. Комментарии Шрилы Прабхупады У преданного Господа Кришны нет никаких желаний, помимо желания служить Кришне. Даже те, кто обрел так называемое освобождение, полны желаний. Карми стремятся улучшить условия жизни, а гияни – слиться со Всевышним. Что же касается йогов, то их интересуют материальные достижения, йогическое совершенство и мистические силы. Все эти непреданные обуреваемы материальными желаниями. А поскольку у них есть желание, они не ведают покоя. Секрет умиротворения раскрывается в Бхагавадгите 5.29. Достаточно понять, что Кришна – единственный во Вселенной, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, и что совершать их следует лишь ради того, чтобы встать на путь преданного служения Кришне. Что Кришна, будучи Всевышним, повелевает всеми материальными мирами. А также, что Кришна – единственный друг, способный принести истинное благо всем живущим – Сухридам Сарвабхутанам. Тот, кто усвоит эти три истины, сразу же станет свободным от желаний, нишкама, и обретет мир в душе. Кришна Бхакта знает, что Кришна – его друг и защитник, и что Кришна готов ради своего преданного на все. Кришна говорит «Каунте я прати джанахи на ме бхактах пранашьяти» «О сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет». Кришна обещает это, и потому преданный всегда живет в Кришне и не ищет никакой выгоды для себя. Если сам Всеблагой Господь всегда находится рядом с преданным, зачем дому заботиться о собственном благе? Единственная забота преданного – радовать Всевышнего, служа ему как можно больше. Кришна Бхакте – чуждо желание личной выгоды. Он целиком находится под защитой Всевышнего. «А ваш я ракшебе Кришна вишваса палана». Как объясняет Бхактивинод Атхакур, преданный свободен от желаний, потому что Кришна в любых обстоятельствах защитит его. Это не значит, что преданный рассчитывает на помощь Кришны. Он просто отдается на волю Кришны, подобно младенцу, во всем зависящему от своих родителей. Младенец не знает, как рассчитывать на помощь родителей, но тем не менее он всегда находится под их защитой. Это и называется нишкамой – свободой от желаний. Хотя Карми, Гьяни и Йоги так или иначе осуществляют свои желания, они никогда не бывают удовлетворены. Карми может тяжело трудиться, чтобы заработать свой миллион долларов, но как только он получит первый миллион, ему сразу захочется еще один. Желанием Карми нет конца. Чем больше у Карми есть, тем больше им хочется. Гьяни тоже не могут быть свободными от желаний, поскольку их разум нечист. Они стремятся раствориться в сиянии Брамана, но даже если им удастся достичь этого уровня, они и там не находят удовлетворения. Многие Гьяни и Саньяси сначала отрекаются от мира как от иллюзии, но спустя некоторое время снова возвращаются в него, чтобы заниматься политикой, благотворительностью или открывать школы и больницы. Это означает, что таким Гьяни и Саньяси не удалось достичь истинного Брамана, Брахма-Сатьям. Они вынуждены возвращаться на материальный уровень и заниматься благотворительностью. Так у них снова возникают желания, а когда эти желания исполняются, им начинает хотеться чего-то еще. Вот почему Гьяни не способны стать Нишкама, свободными от желаний. Избавиться от желаний не могут и йоги, поскольку они стремятся к йогическим совершенствам, чтобы с помощью магических трюков обрести популярность. Вокруг таких йогов собираются последователи, и от этого йогам хочется еще больше лести и восхвалений в свой адрес. Злоупотребляя своими мистическими способностями, йоги снова опускаются на материальный уровень. Они тоже не могут достичь Нишкамы, свободы от желаний. Подытоживая, можно сказать, что избавиться от желаний способны лишь преданные, которые получают полное удовлетворение от своего служения Господу. Поэтому Чайтания Махапрабу говорит здесь «Кришна-бакта Нишкама». Кришна-бакта, преданный Кришны, находит удовлетворение в Кришне и потому преданному не грозит падение. Стих 150. О великий мудрец! Среди многих миллионов людей, свободных от материального рабства и невежества, и среди многих миллионов ситхов, практически достигших совершенства, едва ли один становится чистым преданным Нарайаны. Лишь такой преданный действительно обрел полное умиротворение. Комментарий Шрилы Прабхупады Это цитата из Шримад Бхагаватам 6.14.5 Лишь Нарайана Парайана, преданный Господа Нарайаны, всегда пребывает в блаженстве. Тот, кто стал Нарайана Парайаной, свободен от уз материального рабства. Такой человек уже достиг совершенства в йоге. Не поднявшись на уровень Нарайана Парайаны и не миновав уровень Букти-Мукти-Ситхи, невозможно обрести полное удовлетворение. Оно доступно лишь на уровне чистой преданности. Тот, чьи желания направлены только на Кришну и кого не привлекает Гьяна Марк, путь познания, действительно избавляется от невежества. Выше всех стоит тот, кто не питает интересы ни к карме, деятельности ради наслаждения ее плодами, ни к йоге, развитию мистических сил. Он просто полагается на Кришну и черпает удовлетворение в преданном служении ему. В Шримад Бхагаватам 6.17.28 сказано «Нарайана Парах Сарве накутишь чана бибьяти». Такой человек ничего не боится. Для него нет разницы между раем и адом. Нечестивцы не понимают возвышенного положения Нарайана Парайаны и потому завидуют ему. По милости Нарайаны преданный может обрести в материальном мире все богатства. Нечестивцы всегда завидуют Нарайане и его преданному, тогда как преданный старается доставить удовольствие другому преданному Нарайане, поскольку знает, что удовлетворив представителя Нарайаны, можно доставить удовольствие самому Господу Нарайане. Вот почему преданный старается создать для своего духовного учителя самые лучшие условия и окружить его всеми удобствами. Сторонние люди, которые ничего не знают о Нарайане, завидуют и Нарайане, и его преданному. Поэтому, когда они видят богатство преданного Нарайаны, то начинают ему еще больше завидовать. Но когда преданный Нарайана приглашает таких неразумных людей поселиться вместе с ним и жить в таких же роскошных условиях, те не соглашаются, ибо не способны отказаться от недозволенных половых отношений, мяса, одурманивающих веществ и азартных игр. Из-за этого материалисты отказываются от общества Нарайана-Парайаны, хотя и завидуют материальному достатку преданных. В западных странах, когда обычные люди, торговцы и рабочие видят, что преданные хорошо живут и роскошно питаются, хотя нигде не работают, они начинают интересоваться, откуда у преданных деньги. Поэтому они с завистью спрашивают преданных, разве можно так хорошо жить, нигде не работая? Откуда у вас столько машин и хорошей одежды? И почему вы всегда улыбаетесь? Им не вдомек, что Кришна заботится о своих преданных, поэтому некоторые просто удивляются, а другие начинают завидовать. Стих 151. Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ, лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя преданного служения. Комментарии Шрилы Прабхупады Когда идет речь о Брахманде, имеется в виду либо наша Вселенная, либо скопление миллионов Вселенных. В каждой Вселенной бесчисленное множество планет, а на этих планетах, в воздухе, на земле и в воде обитает бесчетное количество живых существ. Триллионы живых существ, находящихся повсюду в материальном мире, под влиянием Майи вынуждены жизнь за жизнью страдать или наслаждаться, пожиная плоды своих поступков. Таково положение существ, попавших в плен материи. Из этих бесчисленных живых существ, лишь самые удачливые, Бхагьяван, по милости Кришны, встречают истинного духовного учителя. Кришна находится в сердцах всех живущих, и когда у живого существа возникает какое-то желание, Кришна выполняет его. Если человеку посчастливится соприкоснуться с движением сознания Кришны, и он захочет общаться с участниками этого движения, Кришна, пребывающий в сердце такого живого существа, даст ему возможность повстречать истинного духовного учителя. Это называется Гуру Кришна Прасада. Кришна готов пролить свою милость на всех живых существ, и как только живое существо начинает желать милости Господа, Господь сразу же устраивает ему встречу с истинным духовным учителем. Такой счастливец получает силу и от Кришны, и от духовного учителя. Из сердца ему помогает Кришна, а извне – духовный учитель. Вместе они всегда готовы помочь искреннему живому существу сбросить оковы материального рабства. То, как эта удача приходит к человеку, можно видеть на примеры Шрилы Нарадымуни. В прежней жизни он был сыном служанки. Его матери, несмотря на скромное происхождение, как-то посчастливилось прислуживать Вайшнавам. Пока эти Вайшнавы жили у них дома в период Четурмасии, маленький Нарада, пользуясь случаем, тоже прислуживал им. Однажды Вайшнавы, сжалившись над мальчиком, угостили его остатками своей трапезы. Служа Вайшнавам и выполняя их указания, мальчик снискал их благосклонность, и по неизъяснимой милости Вайшнавов со временем стал чистым преданным. А в следующей жизни он стал Нарадоймуни, величайшим из Вайшнавов и главным гуру и ачарьей. Движение сознания Кришны, участники которого идут по стопам Нарадымуни, служит всему человечеству, предоставляя каждому возможность соприкоснуться с Кришной. Если кому-либо посчастливится, то он сможет связать с этим движением свою судьбу. Тогда, по милости Кришны, его жизнь увенчается успехом. В сердце каждого дремлет Кришна-бхакти, любовь к Кришне. Благодаря общению с настоящими преданными, эта любовь пробуждается. В Чайтанье-Чиритамрите Мадхия Лила 22.107 сказано Склонность к преданному служению Кришне есть у каждого. Чтобы дремлющая любовь к Кришне начала пробуждаться, достаточно общаться с преданными, слушать их наставления и повторять мантру Харе Кришна. Так человек обретает семя преданного служения. Гуру Кришна Прасады Пая Бхакти Латабиджа Субтитры создавал DimaTorzok